Всем привет! С вами Айка и очередной мукбанг. У меня со вчерашнего дня остались роллы. Я их не хранила в холодильнике. Именно поэтому они остались такие же, как были вчера. Если вы тоже хотите оставить роллы на следующий день, обязательно придерживайтесь этого правила. Ни в коем случае в холодильник. Я их поместила в пакет, плотно закрыла. И они точно-точно такие же, как были вчера. А до этого я постоянно оставляла их в холодильнике. И они ужасно быстро портились. То есть были уже такие, знаете, несвежие. Уже не очень было приятно кушать. Поэтому давайте приступим. Здесь у меня бигбон. И любимые роллы. Знаете, я что люблю делать? Берем не в соевый соус, а макаем сюда. Это получается такое блаженство. Это прям нечто. Казированная водичка. Никак не заканчивается. Если бы что-то вкусное было бы, сразу закончилось. Не могу добить никак. Пытаюсь, не получается. В общем, последние три дня, вы не поверите, каждый день меня узнают во дворе. Три дня назад я шла выбрасывать, извиняюсь, не к столу, но твикса туалет. Выбрасывать шла. И тут я встречаю двух девчонок. Не то, что девчонок, это девушки. Где-то моего возраста. Они, Алька, привет. Мы знаем, что ты здесь живешь. Наконец-то тебя встретили. Сфоткались туда и сюда, а у меня в руках вонючий просто пакет. И тут такая вонь стоит. Мне так стыдно. Ой. Я такая, извините, я тороплюсь туда и сюда. Я не тороплюсь, просто я не могла стоять в таком состоянии. Мне было очень стыдно. Ну, в общем, на следующий день я выхожу из квартиры, и моя соседка, не то, что сверху, вот эта, от которой я в восторге, а соседи, которые находятся сбоку. То есть у них такая же квартира, как и у нас. Просто зеркально. В общем, такая хорошая женщина. Видно, что они там русскоязычные, в России жили когда-то. И она, получается, с детьми заходит домой, а я выхожу в этот момент, и мы как бы встречаемся у порога. И она такая, дети, вот Айка, наконец-то вы ее увидите, выходите. И по одному дети выходят и такие, привет, Айка, привет, Айка. И мне прям, знаете, как-то, ну, неловко, что ли. Я почему-то думала, что они не знают, что я блогер. Это было вчера. Сегодня я шла в супермаркет, купила бигбон. И еще я собираюсь сделать торт, как из Пинтереста. И надо было купить продукты. Я закупилась, у меня такие тяжелые достаточно пакеты. И такой парень мне говорит, ну, как парень, он такой подросток. Я ему говорю, давайте я вам помогу, говорит, сумка. Я говорю, нет, спасибо. И он такой говорит, я знаю ваш этаж, я тоже живу в этом же подъезде. Я такая, откуда вы знаете, на каком этаже я живу? И он такой, ну, вы же Айка. Пидеоблогер. Раньше такого не было. То есть, никогда меня во дворе не узнавали. Вот мы с Чинарой увиделись, пошли на торговый. Вроде никто не подошел, там такого не было. А тут во дворе каждый день. С одной стороны приятно, с другой стороны уже надо думать, когда ты выходишь из дома, в каком-то виде, куда ты идешь. Мне хочется, чтобы подписчики видели меня в ужасном виде. вот с таким шукером на голове. Не расчесанную, неприятную. Вот, поэтому надо теперь стараться. В общем, такая вот ситуация, мои хорошие. Уже соседи знают. Но соседка сверху стопудово не знает, что я блогер. Она вообще, по ней такое ощущение, что она до сих пор телевизор смотрит. Но вряд ли она увлекается ютубом. Тем более, она не русскоязычная, не знает по-русски. Мне кажется, она смотрит передачи за ура. Жди меня, что-то такое, да. Я могу ошибаться, но она 100% не знает. В общем, под прошлым видео или под позапрошлом видео я там рассказывала о том, что мама начала работать, и она как бы больше времени уделяла себе, стала более жизнерадостной. Это я к тому, что... То есть, женщине тоже лучше работать. И тут такой комментарий. Привет, Айка. У меня возник вопрос. Ты говорила, что твоя мама начала зарабатывать. Она купила таблетки для похудения. Так вот, они помогли ей. Расскажи, пожалуйста, подробнее про это. Меня зовут Амина. Амина, тебе огромный привет. Насчет таблеток я вам могу сказать так. Здесь неоднозначно. Многие врачи вообще не рекомендуют пить никакие таблетки. Но эти таблетки стоили очень дорого. В то время 12 тысяч. То есть, это считайте лет 10 назад. Да даже больше. Какие 10? Лет 15 назад. Все-таки тогда 15 тысяч. Это были огромные просто деньги. И у мамы был магазин. И рядом был такой ларечек с конфетами. Так как они, получается, соседи, мама очень сдружилась с этой дамой. Очень красивая была она. Ухоженная. С неплохой фигурой такой. И она всегда говорила, что она очень склонна к полноте. И постоянно принимает какие-то таблетки. Каждые полгода. В общем, это были какие-то бобы, которые ты принимаешь до еды. За полчаса. Они расщепляются у вас в желудке. И дальше уже прием пищи. И вы очень быстро насытитесь. То есть, желудок уже наполнен этими таблетками. Эти таблетки давали, получается, чувство сытости сразу. И их, получается, курсом надо пить. Каждые полгода. И мама что-то смотрела на нее. Видела, что она действительно худеет. И ей прям помогает. Маме было жалко тратить столько денег на таблетки. Мама всегда говорила, проще просто не есть. А это у нее не получалось. Мама все-таки решила рискнуть и купить. Но ей, к сожалению, не помогли таблетки. У нее как было чувство голода, так и продолжало быть после того, как она начала принимать эти таблетки. Наверное, на каждого влияет как-то по-разному. То есть, одно дело, эта девушка просто посоветовала маме, а другое дело, мы прям видели, как она худела. Но мама не похудела. То есть, вообще не помогли таблетки. Она принимала их, по-моему, где-то месяц. Получается, перед едой выпила таблетку, но ей все равно хочется кушать. То есть, никак не повлияло на ее аппетит. И просто деньги улетучились, результата никакого не было. Я сколько раз маме говорила и в те времена, что лучше идти в спортзал, либо просто отказать себе в еде. Но таблетки эти, ну, это не вариант. Мамина эта подруга, она худела, потом полгода ела просто все, что она хочет в огромных количествах. и она набирала эти килограммы. И где-то плюс-минус через 8 месяцев она опять покупала эти таблетки и где-то месяцем, как курс, худела. Я все-таки не советую покупать никакие таблетки, никакие бобы. Нафига это нужно? Просто откажите себе в еде. Если вам прям спортом не хочется заниматься, просто замок, народ. Будет экономней. И мне кажется, все-таки эти таблетки несут в себе какой-то вред. Если бы этого не было бы, все диетологи нам прописывали бы эти таблетки и не приходили бы к мерам, например, уменьшения желудка и так далее. То есть ни один бы диетолог не шел на эти крайние меры. Лучше всего, конечно, худеть со спортом. Но если, опять же, спорт у вас не получается, не хочется, то диета. Но мамина подруга худела прям на глазах. То есть я ее видел неделю назад, а потом вижу через неделю. И она очень сильно худела. Это прям было видно невооруженным глазом. Видно даже мне. То есть за этот месяц она скидывала где-то 10 килограмм. Вот с легкостью. Потом опять набирала. Но это ее был косяк, что она опять набирала. Она говорила, что вот килограммы возвращаются. Но когда мы сидели в каком-то ресторане, в кафе, я замечала, что она очень много ест. И естественно, сколько бы ты не худела, при таком потреблении пищи ты поправишься обратно. И это вам говорю я. Человек, который реально очень много ест, она ела где-то в два раза больше. И естественно, за эти полгода набирала все эти килограммы. Мама боялась, что папа будет против всего этого. и мама ему просто не говорила. Но потом папа узнал, и как бы он не был против. У меня вообще папа, он всегда дает право выбора. Он очень современный человек. И он всегда, и нам, и детям, и маме, всегда давал право выбора. Никогда не ставил никакие рамки. Даже сейчас, вот, например, я в отношениях. Папа говорит, не торопись. Посмотри, твой человек, не твой. Не обращая внимания на окружающих, кто говорит, там замуж уже все вышли, ты осталась, и так далее. Все это чушь, папа говорит. Вот я поздно женился. И что у меня два замечательных ребенка? У меня была одноклассница. Я как-то в перемене ей рассказала, что мама вот такие таблетки купила. И даже после того, как она узнала, что моей маме эти таблетки не помогли, моя одноклассница все равно решила их купить. Уговорила маму, купила, и очень круто похудела. А потом просто она не нажралась. И вот этот вес у нее сохранялся. То есть кому-то помогает, кому-то нет. Наверное, все очень индивидуально, поэтому обязательно надо консультироваться с врачом. На этом все. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Айка. Не забывайте подписываться. Каждая ваша подписка для меня это очень важно. Всех люблю. Пока.